Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Сарглана Захарова. Россиянки Войнова и Шмелева взяли бронзу в командном спринте на чемпионате мира по велоспорту на треке. Они показали третий результат, обогнав сборную Китая, передает ТАСС. Соревнования проходят в Нидерландах. Золото завоевали немки Мириам Вельте и Кристина Фогель. Серебро у Киры Ламберинг и Шаны Браспенлингс из Нидерландов. Российская пара завоевывает медали в этом виде уже четвертый год подряд. На турнире 2015 года Шмелева и Войнова завоевали серебро, после чего выиграли два чемпионата мира в данной дисциплине. Уже завтра в Якутске стартует шестой международный турнир по вольной борьбе среди юниоров в памяти первого олимпийского чемпиона из Якутии Романа Дмитриева. Накануне крупного спортивного события представители руководства республики, общественность и люди, знавшие лично спортсменам, возложили цветы его памятнику. Присутствовала и вдова выдающегося спортивного деятеля Антонина Сафронова. Она отметила, что у каждого народа должен быть свой герой и роман является настоящим примером для подражания среди подрастающего поколения борцов. Дополню, что памятник чемпиону Олимпийских игр 1972 года, серебряному призеру Олимпиады 1976, чемпиону мира и Европы Роману Дмитриеву установили в прошлом году на Комсомольской площади. А в Якутске стартовал чемпионат Якутии по баскетболу. Соревнования продлятся до 4 марта. Лучшие команды республики будут играть за звание сильнейших в залах Дю США номер один и Дю США номер шесть в спортивном комплексе «Стерх». Участие в турнире принимает 13 мужских и 10 женских команд, представляющие муниципальное образование республики. По 6 команд из каждой группы получат путевки на финальную часть седьмых игр народов Якутии, которые пройдут в Амге в августе. Второй отборочный этап пройдет уже в конце марта в столице. На этих соревнованиях также будут разыграны по 6 путевок среди мужских и женских команд. Я думаю, что основные сражения развернутся, как обычно, между командами города Якутска и командами города Нерингре. Это исконные наши лидеры. Шесть команд будут отобраны и примут участие в рамках мероприятий, как я уже сказал, седьмых игр народов республики Саха-Якутия в Амге. Остальные команды получат также возможность пройти в отборочный тур. А в Амге полным ходом идет подготовка к седьмым спортивным играм народов Якутии. Сейчас ведется строительство спортивных объектов. Самый крупный в районном центре. Стадион на 3000 мест с теплым легкоатлетическим манежем и многофункциональным спортивным центром. На данный момент идут работы по установке трибун стадиона. В этом году мы уже из 270 тонн приняли на объект 280 тонн. Из них смонтировали уже 235 тонн. То есть это колонны трибуны, балки трибуны, стеновые фахверки. И сейчас ведем в данный момент монтаж сидячих мест. То есть это уже места, где будут располагаться люди. В марте месяце мы уже закончим полностью монтаж всей трибуны. Также строительство идет в селе Чапчелган. Там возводят спортивный зал по линии общереспубликанского движения «Добрых дел. Моя Якутия в 21 веке». А в селе Бетюнь строят зал, который будет оборудован специально для адаптивных видов спорта. Проектные работы закончены. Ждем заключения госэкспертизы и потом объявления аукциона. Планируется до конца июля закончить все работы, строительные монтажные работы. В Мегино-Кангаласском Улусе открыли новый спортивный центр имени заслуженного мастера спорта Василия Егорова. Он находится в поселке Хара. В новом центре будут заниматься юные боксеры и борцы, воспитанники Харинской спортивной школы, откуда вышел и сам титулованный боксер. Напомню, что Василий является уроженцем Мегино-Кангаласского района. Он дважды удостоился звания чемпиона Европы, стал серебряным призером чемпионата мира и выступал в составе сборной России на Олимпийских играх в Риа-де-Жанейро. Теперь он надеется, что с появлением нового центра у поселка появится еще больше сильных спортсменов. Мне, конечно, очень приятно, что центру дали мое имя. Ведь я сам здесь родился, учился, я здесь вырос. Мы очень надеемся, что этот спортивный зал даст начало новым свершениям в спорте. Здесь вырастет новое поколение чемпионов. Когда мы начинали строить, мы понимали, что ожидание инвестпрограмм может затянуться. Не в каждой деревне строят. Поэтому решили всем миром по программе «2000 добрых дел» возвести такой объект. Где провести свободное время и весело и с пользой. Большинство алданцев выбирают каток, работающий при детской и юношеской спортивной школе. Когда нет тренировок у ребят, посещающих секции, каток открыт для всех. И взрослые, и дети с одинаковым задором коньками звучно режут лед. Вместе с конькобежцами прокатились и наши алданские коллеги. Хомутовы семья спортивная. Папа Артем хоккеист, сын второклассник Назар – лыжник. На катке старшие и младшие Хомутовы бывают часто. Сегодня в лыжной секции тренировка на льду. Артем пришел с сыном за компанию. Отец лелеет надежду, что Назар продолжит семейную хоккейную традицию. Тем более, что сыну кататься на коньках нравится. Мы недавно здесь. Я понял, что положительно. Ему нравится. Вообще он на лыжную секцию ходит. Ну вот, надеюсь, что это перерастет в любовь к хоккею в итоге. В зимнее время каток детско-юношеской спортивной школы остается любимым местом отдыха алданцев. С одинаковым задором коньками звучно режут лед и стар и млад. Студенты и взрослые – частые гости на катке. Однако завсегдатаями ледовых забав остаются дети. Одиночные пируэты, парные танцы, массовые гонки и хоккейные матчи. На гладком зеркале всем весело и совсем не страшно. Настроение на катке всегда замечательное, всегда веселое. Даже если на улице минус 25 градусов, дети с удовольствием приходят, катаются, очень любят это дело. И даже когда говоришь, что сегодня на катке не будет, например, тренировки, они всегда очень расстраиваются и кричат, да, все равно, что холодно, давайте на каток. Отсутствие коньков – не проблема. Рядом работает пункт проката, где выдаются как фигурные, так и хоккейные коньки. Нужно только подобрать размер. Особенно ярко ледовый мир искрится весельем и радостью по вечерам и на выходных. Когда нет занятий в школе и не нужно идти на работу, гулянием конца края не видать. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Это были новости спорта. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok